Друзья, всем привет! Мы продолжаем для вас снимать реальные отзывы владельцев электрокаров, чтобы ответы на самые часто задаваемые вопросы вы получали, так сказать, из первых уст. И сегодня на мои вопросы будет отвечать Анна. А машина у Анны крайне интересная. Toyota BZ4X. Анна, здравствуйте! Здравствуйте, Арина! И сегодняшнее интервью я бы хотела начать с блиц-опроса. Я буду вам задавать короткие вопросы, а вы будете давать на них короткие ответы. Да, нет, либо иногда. Поехали! Правда ли, что запас хода у электромобиля зимой в два раза меньше заявленного? Да. Вы заряжаете ваше авто каждый день? Нет. Сенсорный главный экран тормозит при использовании? Иногда. Заметили ли вы, что электромобиль внутри салона греется дольше, чем машина с ДВС? Нет. Хватает ли в вашем авто шумоизоляции? Вот что мне ответить! Иногда! Иногда! И скажите, был ли установлен английский язык? Да. Анна, расскажите, пожалуйста, немного, что послужило мотивом приобрести именно электрокар и на чем вы ездили ранее? До этого я ездила 7 лет на автомобиле с ДВС Toyota Highlander. Недалеко ушли. Остановились тоже на Тойоте. Поэтому, наверное, остановились на Тойоте. Реально решили побаловаться. Попробовать электромобиль. То есть у вас в семье есть еще машина? Да, есть машина. Еще одна, с ДВС. Как пришли к мысли про электромобиль? Просто вот выбирали, что купить. Ну, почему электро? Сейчас появилось много электромобилей, просто решили попробовать. То есть так, почему нет, да? Ну, да, почему нет. А как выбирали именно марку и модель? Почему остановились именно вот на Тойоте? Ну, как вы уже сказали, у вас был Highlander, но, может быть, что-то еще послужило мотивом? Ну, так как это был пробник электромобиля, поэтому решили не покупать сильно дорогую машину. Решили уложиться в определенную сумму. И плюс еще хотелось чуть меньше машину, потому что Highlander большой очень. Из того, что смотрели, понравилась либо Zicara X, либо вот Тойота. Ездили два раза ее смотрели, посидели. Посидели, пощупали. Посидели. Плюс Zicara нужно было делать предзаказ, ждать, пока его изготовят. И все-таки было принято мною решение в сторону Тойоты. Плюс ее еще в том, что запчасти подходят от европейской Тойоты, BZ4X на нее. Классно. А как долго вы уже владеете своим авто, и сколько за этот период вы проехали километров? Владею 6 месяцев, проехала 3200 километров. Аккуратно эксплуатируете? Ну, как-то не было никаких долгих поездок, максимум на дачу с дачи. Ну, тем не менее, за 3000 тоже уже можно сложить какое-то общее впечатление однозначно. Анна, давайте начнем с салона. Какие у вас по салону впечатления? Потому что, насколько я знаю, здесь много элементов из натуральной кожи, несмотря на вполне доступную цену этой машины. Удобно ли все, все ли нравится или что-то не нравится. Наверное, основной минус нету бардачка, потому что, когда создатель дизайна ехал со своей женой, и его жене некуда было положить сумку. Поэтому они придумали вот эту вот нишу, в которую не влазит никакая сумка. Китайская сумочка маленькая, наверное, помещается. Ну, как бы и плюс место такое, пылится, наверное. Но здесь есть коврик. Интересно, что эти ниши ставят практически во всех электромобилях. Почему-то у них есть. Ну, вот нет бардачка. Тут такой маленький. Мои вещи сюда не влазят. Приходится выбирать, что туда положить. Ну, да, это стоит учитывать. А вот здесь павелюр. Нормально, да? Ну, не устраивает. Вопросов не было пока павелюра. Приемлемо. Приемлемо. Путиков собачек нету, обдирать некому. А что вы скажете про центральный дисплей? Честно говоря, я впервые вижу такое исполнение. Оно напоминает мне что-то от Ноки. Все ли удобно в использовании? Единственное, что у меня по дисплею... Ну, дисплей большой, цветной. Учитывая, что частично осталось на китайском и плюс мультимедиа, не все и можно пользоваться из-за этого. Радио работает, телефон работает, музычка играет. Настройки по автомобилю все на английском. В принципе, нормально. Учитывая, что я знаю немецкий язык. То разобрались, даже несмотря на это. Ну, разобралась иногда с переводчиком, с телефоном. Нравится, что кнопочки управления не находятся на дисплее. Вынесены, да, вижу. Они все вынесены. Ну и в принципе, учитывая, что у меня была Toyota, до этого разобрались очень быстро. Может быть, каких-то функций вам здесь не хватает? Или вы испытываете какие-то сложности с использованием каких-то элементов? То есть, здесь раньше мы говорили про позитивные стороны. Сейчас, может быть, у вас есть какой-то негативный опыт. Ну, наверное, единственной функции, которой мне не хватает, это, возможно, подогрев задних сидений. Потому что у этого завода подогрева задних сидений нет. Насколько я знаю, в Китае два завода, которые выпускали Toyota. Вот у второго завода подогрев сидений оказалось бы. В принципе, наверное, и все. Обогрев лобового стекла. Обогрев лобового стекла. Вон тут есть какой-то, по крайней мере, вот эта часть. Очень хорошо отогревается. Здесь нету датчика слепых зон, но очень большие зеркала. Я без этого обхожусь. Нету памяти сидений, как в максимальной версии. Ну, в принципе, мы с мужем примерно одного роста. Он не только руль. Ему неудобно, он его что-то тягает туда-сюда. А так, в принципе, наверное, все отлично. А что насчет камер? 360 есть? Камера не совсем хорошая. А, там она и грязная. Есть, девчонки. Не очень хорошее разрешение у камеры. Ну, в принципе, мне тоже ее хватает. Скажите, может быть, вы сталкивались с какими-то сложностями, сложными ситуациями, которые изначально ставили вас в тупик, а потом вы их как-то решили. И как вы их решили? Была такая ситуация. Буквально пару дней после того, как я забрала машину, стеклоподъемник приказал долго жить. Учитывая, что запчасти подходят от европейской Тойоты, буквально за пять дней приехала новая запчасть, которую мы с Александром благополучно поменяли. Здорово. А, ну ладно. Все. Пока мы меняли, мы починили старую деталь. Кому надо стеклоподъемник от Тойоты за 4Х вращается? Ну, на самом деле, вот, исходя из моего опыта отношений моих с китайскими электромобилями и вообще электромобилями в целом, пять дней решения вопроса – это очень классный срок. То есть, это, конечно, надо отдать должное этой машине и доступности различных комплектующих, потому что проблема, которая может, наверное, случиться абсолютно с каждой машиной, такая ходовая, всегда могут быть какие-то нюансы. Здесь так просто удачно получилось это быстро решить. Анна, если подытожить, то каковы ваши общие впечатления от владения вот вашим первым электромобилем в целом и непосредственно вот этой Тойотой в частности? В целом, впечатление позитивное, плюс, конечно, в габаритах стало проще парковаться. Кстати, очень устойчивый. Хорошо управляется? Хорошо управляется. А на этих шинах еще лучше зимой ездить. Реально, вот вы спрашиваете, пробуксовывает? Нет, отлично, ничего не пробуксовывает. Кстати, да, хорошо, что вы про это сказали, потому что мы уже спрашивали. Это не пробуксовывает, все хорошо? Нет, все отлично, по управляемости отличный автомобиль. Плюс клиренс высокий, можно заезжать на бордюры. Друзья, а если вы хотите приобрести такой автомобиль, либо любой другой электромобиль из Китая, обращайтесь к нам в Electrohead, и мы поможем вам подобрать оптимальный вариант. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вас ждет еще много чего интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok